всем привет у нас сегодня в работе очередное китайское творение это у нас магнитола которая со слову клиента не работает звук не работают вот эти клавиши ну и чтобы клавиши настроить у нас не получается зайти в меню автомобиль информация и из этого меню сейчас вас просто выкинет все выкинула и при этом мы не можем настроить соответственно клавиши для того чтобы убедиться проблема у нас с усилителем звука либо с прошивкой ну судя потому что она себя ведет вот именно таким образом будем пока исходить из того что с наименьшими потерями очень заниматься с радио также выкидывает то есть первое что я буду делать это делать прошивку видите на клавиши тоже не реагирует если включить карточку памяти тут я уже прошивку закинул возможно сейчас сразу выкинет но с музыкой та же самая история звук не воспроизводится то есть она идет а звука нету динамик подключен тестовый вот как видим реакции на на звук нич никакого нету закинул файл с прошивкой сейчас будем пробовать прошивать об устройстве версия модель 82 27 номер сборки так по разработчику мы уже попали в систему разработчика сейчас будем пробовать прошивать его с помощью usb кабеля и флешки которая на которую закачал файл файл для обновления включаем магнитолу и просто подаем питание флешечка у нас уже подключена то есть загрузка должна произойти непосредственно с карта памяти если этот способ сейчас не пройдет то будем зашивать его с помощью флештула так все пошла прошивка особенность именно этой модели то что при включении нужно бить по экрану так все перепрошилось сейчас посмотрим помогло нам это или нет первая загрузка обычно дольше поэтому придется подождать так для этой платформы инженерное меню вход в него четыре восьмерки состояние процесс четыре однерки код перезагрузки 1414 код настройки дисплея 1616 это коды по этой магнитоле так дождались аппарат включился нажимаем ok интерфейс у нас тоже поменялся мне кажется лучшую сторону так как эта машина иконки должны быть более большими и чтобы вы их прям непосредственно пальцем тыкнули ей сто процентов попали в нужное в меню так давайте начнем с сан стандартного это у нас радио вот заработала все-таки была неисправность прошивки звука нет то в плане того что у нас антенка не подключена сейчас я ставлю что-нибудь у нее так-то он шипит давайте попробуем кнопки громкостью да тоже заработали так же вы не шугануть сразу есть так немножко замкнул но это ничего страшного в качестве антенны просто любую металлический предмет можно вставить и принципе этого будет достаточно сейчас загрузка уже будет достаточно быстрая так тут нажимаем cancel потому что он пытается с флешки прошивку загрузить она у нас установлена пытается поезд находить мы сейчас вручную выставим в чем проблема сейчас посмотрим это и и и и и так ну как видим по сути звук у нас на радио появился я сейчас еще раз попробую включить если не будет ловить плохой сигнал по то просто пропустим этот момент тут нажимаем cancel слышим что звук у нас по сути работает вот стрелочки стали добавляться менюшка кнопок стала активная сейчас мы просто выберем нужную волну там где у нас есть какие-либо радиостанции появляется автопоиск немножко неудобно переходим в раздел музыки и как видим все заработало работает кнопочка домой кнопочка без звука ну в целом в общем обошлись обычной перепрошивкой с помощью юльбика кабеля и обычного карт ридера на этом принципе думаю все давайте просто зайдем еще раз настройки посмотрим что у нас поменялось и работает ли теперь информация по автомобилю вот теперь у нас не выкидывает здесь мы уже можем кнопки на руле настроить настроить звук навигация дисплей громкость и так далее яркость яркость ночью но в общем информация так давайте звук включим сообщение убралось в общем информация по настройке автомобиля у нас активировалась по системе у нас по сути осталось все то же самое поменялся только номер сборки версии по на этом принципе все всем удачи в работе всем пока всем пока